Вот таким вот веселым звуком вы начали сегодняшний наш эфир. Я думаю, вы догадались, универсальный формат с вами. Прямой эфир 202-11-22. Это наш номер телефона, который поможет вам стать участниками нашего эфира. Звоните, дозвоните, задавайте свои вопросы нашим гостям. Ну и, конечно же, розыгрыш призы никто не отменял. Меня зовут Юлия Север. Творческие посиделки, так назвали мы наш сегодняшний эфир. Будет очень много интересного о судьбе наших самарских артистов. Быть может, конечно же, какие-то интересные, волшебные даже штуки нас ожидают сегодня. 202-11-22. Подключайтесь к нашей беседе. Расскажите, пожалуйста, вы, чем любите увлекаться, какое творчество вам подвластно. Быть может, это, не знаю, вязание. Тоже же творчество, да? Да. Что ж, давайте буду представлять вам человека, который будет создавать позитивное настроение, думаю, нашему сегодняшнему зрителю. Итак, это у нас Кирилл Мальков, артист, баянист-виртуоз. Вот так вот, да, можно вас представить. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые телезрители. Кирилл, ну, как давно-то все-таки вот этот прекрасный инструмент держите в руках? Ой, на самом деле очень давно, с 9 лет. 9 лет уже 21 год. Я уже с баяном, да. Вот так получилось, что мама всегда хотела, чтобы ее сыновья занимались музыкой. Сначала старшего брата отдали на фортепиано, но как-то у него что-то не получилось. Потом он пошел на гитару. С гитарой лучше. И в свое время она меня хотела очень отдать на аккордеон. Но когда мы пришли на аккордеон, сказал директор музыкальной школы, что аккордеон как-то это вот все-таки не российское, лучше вот баян. Баян – это классно. И я очень благодарен, что именно на баян, потому что только на баяне можно играть в оркестр русских народных инструментов. В общем, ну и баян – это как душа России, песня России всегда символизирует нашу страну, нашу родину. – Слушайте, ну вот все-таки, мне кажется, бытует такое мнение, когда говорят, что баянист представляется такой дядечка из деревни. – Да, 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 абсолютно вы правы. – Что-то скучное, что-то такое застольное. Сейчас это уже современное. – Все думают, если баян – это честно. – Да, да, да. – На самом деле баян очень шагнул далеко вперед, и баян – моя задача, вообще вот моя цель, чтобы привлекать молодежь, потому что, к сожалению, очень мало сейчас родителей стали отдавать детей на баян, потому что, само собой, это большие материальные вложения, потому что инструменты все дорогие, в основном ручная работа, во-вторых, постоянно с собой его носить, дом репетировать слишком громко. И поэтому я стараюсь своим творчеством показать, что баян – это модно, это стильно, что баян – это не только на завалинке играешь на сенокосик где-нибудь, вот. А баян – это по-настоящему модно и интересно. – Хорошо, что ж, мне вот интересно узнать у наших телезрителей, какой музыкальный инструмент им подвластен. Быть может, пусть и не подвластен, в мечтах тоже возможно. 202, 11, 22, расскажите, на чем хотели бы играть, или на чем умеете играть, на каком музыкальном инструменте, поделитесь. Я вот, к примеру, не умею издавать звуки ни из какого музыкального инструмента, к сожалению. – Ну, может, ты рисуешь хорошо? – Танцую хорошо. – Вот так вот, да. – Сегодня ты покажешь нам танцы? – Я думаю, так вот ножком потопчу что-нибудь, хорошо. Но я знаю, что, Кирилл, выступаешь не один, не только как сольный артист. Рассказывай, пожалуйста, свою творческую историю, творческого тандема. – Дело в том, да, что у нас образовался прекрасный дуэт, называется он «Кирилл да Мария шоу». Вместе с началом мы вместе работали, потом уже стала Мария Феофана моей супругой. В общем, у нас такой семейный дуэт. И мы долго к этому очень шли. И 30 ноября, 19.00, в Самарской государственной филармонии будет наш первый большой сольный концерт. Мы вас всех приглашаем. Будет очень здорово, будет классно. Мы с июня месяца готовимся. У нас очень большая команда профессионалов. И, надеемся, в эти хмурые ноябрьские дни можно будет зарядиться позитивом, солнечной энергией, чтобы всю зиму летать, можно сказать. – Проводить осень, точнее, да, таким интересным заключительным шоу осенним. – Осенним. – Слушайте, ну, филармония – это такой замах, вообще не боялись? – Это замах, да. Ну, конечно, был страх. Все говорили, как так, это же такой зал, а соберете ли вы зал? Ну, хочу сказать, что практически все билеты проданы, осталось совершенно чуть-чуть, поэтому, если кто-то еще хочет к нам попасть, может это сделать. Билеты в кассах «Билет Самара» даже удивительно, потому что мы сначала волновались, 927 посадочных мест, практически тысячи человек. Но в итоге все показатели даже опережали график продаж, что народ, на самом деле, значит, это показывает то, что нашему зрителю, нашему слушателю интересно это, что на самом деле баян, вокал. А у нас, мы пошли дальше, мы решили отойти от обычного концерта, то есть, где просто там полтора часа я стою в одной стороне, Маша в другой, меняемся местами. Нет, мы пошли совершенно по-другому, у нас будет именно шоу, потому что у нас вовлечены актеры театра «Самарт», потому что Мария по совместительству еще ведущая актриса нашего театра, а театр «Самарт» входит в десятку лучших театров мира, между прочим. В общем, они путешествуют по всему миру с гастролями, у них очень классные спектакли и отличная команда актеров. Помимо актеров у нас будут прекрасные хореографы, у нас замечательный режиссер Наталья Семенова, кто ее знает, она ставит самые масштабные городские мероприятия. Помощник режиссера Толич Кмарев, сценарист Роман Самсонов, то есть у нас такая классная команда. Толич Кмарев, кстати, недавно был совсем у нас в эфире, поэтому мы передаем привет. Да, привет, Оля. Да, был-был-был. Так, ну я так понимаю, что еще и танцы, пляски, тоже все это будет. Танцы, пляски. У нас инструментально-вокальное, театральное, танцевальное шоу будет. Весь народ будет, я думаю, заворожен, потому что с самого начала как-то спектакль у нас будет, разные блоки, переходы, это все будет очень интересно. И я уверен, что всем очень понравится. Заинтриговали. Хочется подсмотреть уже. Конечно, будем ждать. Да, это действительно такое какое-то грандиозное событие, потому что смотрела в социальных сетях, отслеживала, начали готовиться действительно заранее, начали говорить об этом заранее, не побоялись что-то сглазить, как некоторые говорят, пока помолчим. Нет, мы уже так назначили и вперед. Конечно, реклама двигателя торговли. Хорошо, что ж, я предлагаю нашим телезрителям чем-то порадовать, каким-то творческим сюрпризом, подарком. Да, давайте я для вас сыграю. Творческие посиделки сегодня. Так как у меня баян русский народный инструмент, но сделан во Франции, поэтому, наверное, хочется сыграть французский вальс для всех. Субтитры создавал DimaTorzok Творческие посиделки сегодня. Творческие посиделки сегодня. Мне кажется, я вот оказалась как будто во Франции, так как будто в каком-то французском кафе, попивая чашечку капучино. Действительно, спасибо большое вам за такое настроение. Что ж, к сожалению, сегодня супруга не смогла присутствовать на эфире. Да, она работает. Работает, ударница труда, я так понимаю. Ударница передового труда, да, это точно. Слушайте, ну у нас есть фрагменты, я имею в виду видеофрагменты, где, собственно говоря, показано ваше общее творчество. Это замечательно. Давайте посмотрим, а после вернемся в студию. Конечно. Песенка знакомая и мотив простой. Ой, 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 ой. Песенка знакомая и мотив простой. Ой, 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 как ты мне нравишься. Ой, 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 ой. Ой. Ах, сама на городок, беспокойная я, беспокойная я, успокойная я. Ой, снег, снежок, белая метелица Говорит, что любит, только мне не верится. Ой, снег, снежок, белая метелица Говорит, что любит, только мне не верится. Ой, снег, снежок, белая метелица Говорит, что любит, только мне не верится. Говорит, что любит, только мне не верится. До Нового года, на самом деле, 35 дней, но после просмотра этого видео, мне кажется, прям буквально уже завтра. Завтра можно перевернуть календарь на 2016-й. Ну, нет, еще стоит подождать, потомиться, но, мне кажется, вот это томление, как раз месяц до Нового года, самый-самый приятный, такой ажиотаж, подарки, призы. В конце концов, опять же, думать уже пора о корпоративах, о мероприятиях. Конечно, артисты, артисты. Ой, это, мне кажется, замечательная пора. Так, хотим порадовать вас, дорогие телезрители, своими подарками. Мы дарим вам билет на спектакль «В сумерка», который состоится 28 ноября в Театре Город, это музей имени Алабина. Ответьте на мой вопрос, кто же автор пьесы «В сумерках» 202-11-22. Отвечайте быстрее, потому что, мне кажется, такой билет, ну, захотят, наверное, многие наши телезрители. Поэтому звоните 202-11-22, кто же автор пьесы «В сумерках», по которым будет идти этот спектакль. Так, с 30 ноября разобрались. Собственно говоря, такой большой глобальный концерт, где будет очень интересно. Не просто ваш дуэт, но и добрые друзья, добрые артисты, которые согласились вам помочь. Ну и от зрителей тоже очень многое зависит. Конечно, конечно. Я так понимаю, что соберется именно тот зритель, который нас любит, который нас уже давно знают. Вот, и судя, опять-таки, по количеству проданных билетов и пожелающим прийти, и телефонным звонкам, сообщениям в социальных сетях, на телефоны, мы понимаем, что соберется именно наш зритель. Вот поэтому мы с этим не ждем. Контрэх, ну давайте, что-нибудь там такое. Где можно будет и погрустить, и повеселиться, потому что вот хочется, хочется. У меня давняя такая мечта была, что любой артист хочет выступить тем более сольным концертом нашей самарской государственной формы. Тем более на одной, да, на одной из самых лучших сцен нашего города. Да, на нашей городе. Не могу не спросить про инструмент. Вижу, что вот написано. Да, именной, да, Кирилл Мальков. Это именной инструмент. Это именной таких, да, таких три в России, на самом деле, именно вот с такой модификацией. Сделаны они во Франции на заводе Каваньола. Дело в том, что я в 2007 году выиграл Viva Bajan и был направлен на двухнедельную стажировку от Самарской области в город Санцов. Там меня увидел директор фабрики, и вот мы с ним через переводчика. Он мне сказал, что можно сделать большую скидку, и вот, типа, нашему, ну, самарскому музыканту сделал такой баян. У меня была давняя мечта, именно не концертный инструмент, а эстрадный. Вот у нас былась в 2008 году, да, у меня появился этот баян. Ага, то есть он, в принципе, живет в семье долго достаточно. Ну, так, относительно, да. Или бы это для баян-то, правильно? Ну, для баяна, в принципе, как бы, для таких инструментов это не такой большой срок. Но здесь, видите, здесь уже светодиодные лампочки, встроенные микрофоны, то есть он здесь такой красивый, здесь какие-то птички, стразы приклеены. Это действительно шоу, шоу инструмента? Да, да, что это именно эстрадный инструмент. Хорошо. Сегодня говорим на тему творческие посиделки, действительно, такая часть творчества. Вообще, насколько, наверняка же знакомы с другими артистами, наверняка же Самара творческая вам известна. Вообще, насколько Самара творческий город? Я хочу сказать, что Самара очень творческий город. Это видно, когда ты выезжаешь на гастроли в другие города, даже такие, как Казань, Оренбург, Нижний Новгород, Саранско. Количество и качество наших самарских артистов, именно качество выступления, значит, на порядок выше. У нас есть и прекрасные кавер-группы, у нас есть и замечательные вокалисты, танцоры, хореографы. То есть у нас прям именно за счет того, что может быть много артистов, очень хорошая, здоровая конкуренция, и все стремятся лучше и лучше показывать вот именно свое мастерство, свой талант. Да, и, кстати, хочется отметить, что здоровая конкуренция, нет такого злого настроя, потому что, опять же, ваш концерт доказывает, что так или иначе дружите. Да, и очень много среди именно зрителей приходят тоже наши коллеги-артисты, которые приходят и поддержать, и посмотреть. Поддержать, и посмотреть. Хорошо. Что ж, давайте поддержим нашего телезрителя, потому что дозвонился он к нам в эфир. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Как зовут? Светлана. Светлана, очень приятно. Ну, рассказывайте, пожалуйста, вы как с творчеством? На ты, на вы? Ну, интересуюсь. Интересуетесь. Чем-то сами занимаетесь? Может быть, поете? Играете на каком-то инструменте? Нет, к сожалению, нет. К сожалению, нет. Ну, знаете, мне кажется, читать никогда не можно. Конечно. Это сто процентов. Конечно, все в ваших руках. Все в ваших руках, да. Мне кажется, многие, наверное, из великих, быть может, начинали в зрелом возрасте. Но, быть может, похвастайтесь своей эрудированностью, да? Да, есть такой интеллектом. Давайте, кто же автор пьесы в «Сумерках»? Ну, я думаю, что это Чехов. Чехов. К сожалению, нет. Не могу с вами согласиться. Именно спектакль, который ставит Самарский театр «Город», не написан по Чехову. 202.11.22. Ждем другого телезрителя, который даст нам верный ответ. Спектакль в «Сумерках» театр «Город». Ну, можете зайти, не знаю, пока пошиться, может быть, на афише посмотреть, кто же автор этой пьесы. Вам в подсказку, пожалуйста, дают. Интернет. Интернет вам в подсказку, да, вам в помощь. Будем еще радовать наших телезрителей? Конечно, будем. Но, прежде мне хотелось бы сказать, что, конечно, я бы не сидел бы здесь и не играл бы на баяне, если бы не мой замечательный педагог, Алла Михайловна Кац. И, пользуясь случаем, что сейчас меня показывают в прямом эфире, мне хочется ей передать большой-большой привет и сказать огромное вам спасибо, Алла Михайловна, за то, что научили, воспитали и подарили такую замечательную профессию, как баянист, как артист. Спасибо большое, да, мне кажется, ей очень приятно такая минутка лирики у нас в эфире. Заводная композиция «Джага-джага», я думаю, можно ее смело, даже ее не только можно слушать смело, но и танцевать перед своими экранами, поэтому можно включать. Да, поднимайтесь, дорогие телезрители. Можно поднять уже ладошки наверх, поаплодировать друг другу. Немножко, немножко греемся, 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 конечно же. Опа-опа-опа-опа! Несмотря на то, что на улице ветер, у нас здесь тепло, танцуем и согреваемся вместе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ура! Спасибо большое! Слушайте, если бы не технически, а особенности в нашей студии, мне кажется, я бы постичилась уже в пляс. Действительно, здесь уже что-то хотелось бы мне. Ну, я надеюсь, Сиди сидит двигался. Сиди уже, думаю, пару калорий точно скинул. Что ж, давайте повторим и тоже наш блог. Да. 30 ноября. Да. Дорогие друзья, я подниму так афишку. 30 ноября, 19.00, Самарская филармония, Кирилл Дамари Шоу. Ждем вас очень. Билеты еще остались в кассах, билет Самары, либо в кассе самой филармонии. Приходите, будет классно, будет весело, будет здорово и интересно. Сколько времени, кстати, идет концерт, примерно рассчитывается? Полтора часа, да. Представляете, потратить часа замечательной музыки, веселых танцев, ну, и погрустить, возможно. Конечно, конечно. Мне кажется, это прекрасное время, чтобы провести понедельник, кстати говоря, вечер. Так что понедельник плохим точно не будет. Что ж, вам спасибо огромное за позитивный настрой. А далее мы ждем еще одного артиста, который поразит нас своим ледяным шоу. Что же это будет, узнаем совсем скоро. Ну, а пока смотрим сюжет. Не так давно отмечалось Международный день приветствия, такой замечательный праздник. И как же приветствуют разные народы мира. Узнаем из сюжета Марианы Мирной. Это на русском, французском и английском. У каждого народа свои правила приветствия. Российский нашему спортивному корреспонденту Сергею Кизоркину еще в детстве привил отец. Первое правило – в бане за руку, не здороваться. Представляете, очередь, например, 50 человек и, можно сказать, все знакомые. Ну, с каждым не будешь здороваться. Отец всегда говорил, подходишь к очереди, видишь мужичков и говоришь – здорово, мужички, там, с легким паром. У мужчин и женщин приветственные действия тоже отличаются. Примером галантности может служить поцелуй руки. Молодые люди зачастую не просто жмут друг другу руки, а придумывают изысканные формы рукопожатий. Девочки вообще обходятся без рук. У мужчин принято здороваться за руку, а мы при встрече с девочками обычно обнимаемся или целуемся. В зависимости от того, насколько близко дружим. В некоторых странах приветствия не просто необычны, иные не соответствуют правилам приличия в европейских цивилизациях. В кенийских племенах из большого уважения плюют друг в друга, а аборигены Новой Зеландии угрожающе кричат и топают ногами. А вот загадочные тибетцы, чтобы поздороваться, головной убор снимают правой рукой, а левую закладывают за ухо и при этом высовывают язык. Странно, не правда ли? 202.11.22. Поприветствуйте нас, дорогие телезрители, своим правильным ответом на наш вопрос. Задавали мы, кто автор пьесы «В сумерках». Именно этот автор, точнее его произведение было положено в основу спектакля «В сумерках», который пройдет 28 ноября в Театре-город, музей имени Алабина. Именно туда отправляем мы вас, два билета ждут своего обладателя. 202.11.22. Отвечайте на наш вопрос. Тем временем, пока вы думаете, задумались, кстати говоря, уже, наверное, надумали. Здравствуйте, как ваше имя? Здравствуйте, меня зовут Елена. Елена, очень приятно. Ну, давайте рассказывайте, коли уж мы сегодня говорим о творчестве, для начала вопрос не по теме, не по теме, я имею в виду розыгрыша. Каким интересным искусством, творчеством увлекаетесь? Ну, я не могу сказать, что увлекаюсь, но люблю смотреть. Я, скорее, созерцатель. Созерцатель. В детстве играла на фортепиано. Угу. Хорошо, ну то есть есть все равно какое-то отношение к творчеству, какое-то отношение к талантам есть? Ну, конечно, все поем, все танцуем, как при звучи. Это самое главное, Елена. Что ж, давайте с вами делиться нашими секретными, секретными, я имею в виду, кто же... Отвечать на вопрос, кто автор пьесы в «Сумерках»? Ну, если я не ошибаюсь, то Алексей Дударев. Слушайте, ну, вы не ошибаетесь. Я вас поздравляю. Именно по его произведению было написано сценарий театра «Город» в «Сумерках». Спектакль. Отправляетесь именно вы туда. Два человека, два билета вам достаются. Спасибо большое за звонок. Следующий розыгрыш совсем скоро. Я представляю нашего гостя. Итак, знакомьтесь, это у нас Александр Есипов, артист «Крио-шоу». Здравствуйте. Саш, ну, во-первых, наверное, спрошу, что такое «Крио-шоу»? «Крио-шоу» — это шоу с жидким азотом. Жидкий азот — это температура его минус 200 градусов. Ну, достать его не так просто. Для этого нужно специальное оборудование. И делаю я его, конечно, не сам, я заправляюсь на заводе, но для того, чтобы заправиться, нужно специальный термос, такой большой, называется «Сосуд Дьюара». Вот, только в него отправляется вот жидкий азот и продается. Слушайте, ну, не каждый сможет справиться с какими-то такими химическими элементами. Почему такая тяга у вас к химии, к какому-то шоу? Не знаю, либо вы родились, может, в творческой семье, что-то захотели новое, либо, может быть, химик по образованию? Нет, химия, я по образованию не химик. И тяга у меня даже не к химии, у меня тяга к зрелищу, к шоу. Да, потому что с детства я был творческим, и начинал я с танцев, и привык к сцене, и мне уже хочется вот этой отдачи от зрителей. Чем-то удивлять людей, и я думаю, а почему бы не удивить азотом? Потому что я сам удивился, когда первый раз увидел, и поэтому я решил показать и остальным, как это здорово и необычно. Хорошо, можете нам что-то продемонстрировать? Я не знаю. Да, конечно. Пока вы беседовали с предыдущим гостем, я вам мастерил вот такую вот мишку северную. Слушайте, это уже мило, это уже мило. Да, это подарок. Да, Юлия Север, северную мишку. Это, мне кажется, очень логично. Но это не совсем то, что я хотел подарить, и это было бы слишком просто, поэтому мы применим еще немножко жидкого азота. Вот он такой здесь дымится, нальем немножко. Он действительно льется, дорогие телезрители, вы представляете? Он действительно жидкий, да. Он действительно жидкий. Вот так, он кипит, пока остывает посуда. Да, ну вы уже совершенно правильно поняли, что мишку мы будем вставать именно в жидкий азот. Погружать. Погружать, да. Возьмите вот за носик и аккуратненько. Я боюсь, что станет с мишкой. Вот так вот. Мишке не станет, скажем так. Вот, но не расстраивайтесь, потому что доставайте. Подыть. Мишка возвращается к нам. Оживляем мишку. Да. Это чудеса. И только. Еще вот на ухо можно подуть. На следующее. Это взаимодействие горячего воздуха, я так понимаю, да? Почему? Вот ухо что-то у нас замерзло. Видимо. Ой, и развязалось. Ну ничего страшного. Мы его переделаем. Хорошо. Слушайте, это очень интересно. А как вообще, почему, с чем это связано? Потому что температура меняется? Температура минус 200 градусов. Мишке воздух, и при замораживании воздух сжимается. И он сжимается до такой степени, что мишке практически не становится. А потом мы быстро нагреваем его, воздух расширяется, и мишка превращается в исходное положение. Слушайте, это очень интересно. Дорогие телезрители, видели ли вы что-то подобное? Не знаю, быть может вы что-то ставите у себя на кухню, какие-то химические эксперименты. Нам очень интересно узнать ваше мнение. 202.11.22. Задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Ну и, конечно же, наверное, вам дадим еще один повод для звонка в нашу студию. Именно разыгрываем мы два билета на детский спектакль «Кошкин дом». Вопрос тоже связан с автором, ну не спектакля, а с автором произведения. Вспомните фрагмент стихотворения Маршака «Кошкин дом». Зачитайте нам, пожалуйста, с выражением, с толком, расстановкой. Поэтому самому такому активному, самому творческому зрителю, конечно же, подарим два билета на спектакль «Кошкин дом». Не помните, да, «Дилидон, делидон». Вот что-то, пожалуйста, только не начало. Давайте нас удивите стихотворение большое, длинное. Удивите нас, пожалуйста, каким-нибудь фрагментом, который в серединке, либо, может быть, конец этого произведения. 202.11.22. Вспомните фрагмент стихотворения Маршака «Кошкин дом». Так, ну а мы пока будем дальше ставить какие-то эксперименты. Кстати говоря, насколько опасен жидкий азот? Да, многих интересует вопрос, насколько это безопасно. Я еще делаю детские праздники, поэтому безопасно ли для детей, у меня постоянно спрашивают. Это безопасно. Жидкий азот представляет опасность в жидком состоянии именно, именно своей низкой температурой. Может, он вреда никакого не будет, нужно только соблюдать технику безопасности. Я на своих шоу работаю с ассистентом, который смотрит, чтобы никто из детишек не подбежал к столу и что-то там не сделал. Он за этим следит, а я, соответственно, показываю. А в газообразном состоянии азот совершенно не опасен, потому что азота в атмосфере содержится 78%, поэтому это газ, которым мы дышим фактически. И также азот не опасен при кратковременном касании. То есть многие думают, если прикоснуться к жидкому азоту, то вот сразу палец заморозится и вот так вот отвалится. И расколется. Да, я вот могу сейчас тоже продемонстрировать вот так вот свою палец. Это, кажется, смертельный эксперимент практически, мне кажется. Но если, конечно, долго держать, то, во-первых, вам самим будет неприятно держать руку. Можно я попробую? Конечно. Насколько быстро надо поднять руку, чтобы... Ой! Он очень такой, кстати говоря, непонятный на ощущения, вроде бы и вода, вроде бы и воздух. Кажется, что он на тебя холодную воду нальет или как снег. Нет, совершенно другие ощущения, даже не поддаются описанию, можно сказать. Домашнику? Совершенно недавно я даже выливал жидкий азот одному желающему на голову. Он был лысоват и говорит, а давай вот я смогу, давай на голову. Обычно я лью на руку, вот я могу сейчас, кстати, продемонстрировать. Так, давайте продемонстрировать чуть-чуть попозже. Есть у нас звонок от нашего телезрителя. Я пока настроюсь, выдохну на этот эксперимент. Есть звонок? Здравствуйте, как зовут? Алло, как зовут вас? Так, давайте немножечко, чуть-чуть убавляйте телевизор. Мы вас слышим, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Евгений. Да, убавляйте телевизор, потому что мы слышим свой дубляж там, поэтому давайте немножечко, чуть-чуть убавляйте. С вами поговорим так, по телефонам. Как зовут вас, Евгений, да? Так, насчет творчества, да, я считаю, что я, в принципе, творческий человек. Так, Евгений, пожалуйста, убавьте телевизор и слушайте нас по телефону. Просим вас. Слышите? Да, все-все-все. Отлично. Все, давайте теперь будем с вами общаться. Творческий человек, сказал Евгений нам. Чем занимаетесь? Вы знаете, я сочиняю и сэнди. Я сочиняю и сэнди спектакли. Очень интересно. Я сочиняю и сэнди на фильм, который я смотрю. Вы знаете. Спектакль «Кошкин дом» еще не смотрели, не сочинили рецензию? Да, я еще не дошел. Да, я еще не дошел. Но я надеюсь, как раз попадете, напишите положительную рецензию. Но для того, чтобы отправиться на этот спектакль, вам необходимо вспомнить и процитировать нам фрагменты стихотворения Маршака «Кошкин дом». Слушайте, дети, живого кошка на свете. Домовская, ангарская. Ну и так далее. Слушайте, по-моему, вы реально вспоминаете, даже не читаете. Да, Евгений? Нет, это по памяти. Это по памяти. Ну хорошо, ладно. Строчка есть. Больше нам и не нужно. Действительно вспомнили, действительно процитировали. Ну и даже с выражением. Что-то было такое. Намек на выражение. Я вас поздравляю, два билета на спектакль «Кошкин дом» достаются именно вам. Как забрать, объясним после эфира. Ну и, конечно же, творите что-нибудь такое интересное нам на благо, всему миру на благо. Так, давайте ставить эксперимент, обливать меня азотом. Ну, я не стану сразу прям экспериментировать. Сначала, давай, нальешь на меня. Подожди, это я, это место. Мы встанем. Так, давайте я чуть-чуть могу привстать. Я пожертвую своей рукой, так и быть. Но вы посмотрите, что ничего не будет. Ой, дорогие телезрители, я очень боюсь. Минус 200 градусов. Это очень... Мне кажется, если бы лили бы на меня, было бы безопаснее. По крайней мере, мне бы было бы. Ну, сейчас проверю. А так я отвечаю за жизнь другого человека, и это очень страшно. Вот так можно потом прогладить руку, чтобы ничего не осталось. Да, видно, что никаких порезов, ничего нет, ничего не осталось. Так, можно мне сидя, пожалуйста? Да. Давайте. Готовы? Готовы. У-у-у! Как ощущения? Ощущения непонятные, но не обжигают. Не страшно, очень интересно, прохладно. Как будто бы вода и очень быстро тает. Ох, дорогие телезрители, я просто-напросто завидуйте мне, потому что такое новое, необычное, не знаю, это можно прямо отнести к моему списку. Погружалась аквалангом, лазила там по горам, обливалась жидким азотом. Действительно, и в Самаре сейчас еще нету шоу с жидким азотом. Я первый, кто решил такое сделать. Вот. Идея у меня пришла неожиданно, даже в неожиданном, так сказать, месте. Я служил в армии, и там мне эта идея и пришла, вот не поверить. И потом я еще, я очень ей загорелся, и мне еще приходилось ждать полгода целых, чтобы приехать наконец в Самару и начать это делать. И я уже сидел и ждал, когда же у меня дембель, чтобы приехать и начать творить. Слушайте, я могу представить, как вы, не знаю, подметая что-то, свое КПП, быть может, вас так, ах, а не сделать мне шоу. Ну, практически так. Практически так было. Хорошо. Я просто общался очень много с творческими людьми, и вот идея вообще не перешла. До этого, до азота, ну, как сказали, уже танцевали, да? Да, я очень долго занимаюсь танцами, вот, и поэтому мне приходилось очень много где выступать, на многих сценах даже Самары, вот, потом потихоньку меня пригласили работать с детьми, то есть я детский аниматор, провожу детские праздники, тоже с танцами связаны, я учу детишек танцевать, мастер-классы такие даю. Вижу, у нас тут заготовлен попкорн. Для чего он нужен, я даже не догадываюсь, я даже не хочу пока, наверное, знать, но тоже это какой-то эксперимент. Совершенно верно. Совершенно верно. Что можно сделать, как можно объединить попкорн и жидкий азот? Пока мне предстает вообще какая-то загадка, давайте говорите. Ну, в тему, актуально к Новому году, актуальна тема закусок. И вот так получилось, что с приобретением азота я стал специалистом по холодным закускам, и к столу можно предложить вот такую интересную закуску. Это попкорн. Естественно, соединять будем его с азотом. То есть потом это можно съесть? Сейчас я покажу. Мы заливаем и помешаем немножко. Азот жидкий используется в приготовлении некоторых блюд, и шеф-повара разные экспериментируют с азотом и подают блюда в холодном виде. Главное, там тоже свои есть тонкости, они подают горячее блюдо, но с корочкой льда. Получается очень необычно. Дымящееся блюдо. Да. И опять же принимают в пищу, ничего опасного в этом нет. Сейчас я вам продемонстрирую одно из творений кулинарии. Можно так назвать. Это попкорн, замороженный жидким азотом, в чём, собственно, весь секрет, в чём вся красота. Это вы сейчас можете пронаблюдать. Вот я помочу попкорн, и потом я его попробую. И вы посмотрите, что будет. О, не знаю, видели наши телезрители это или нет, потому что... Ещё раз. Давайте. Сейчас мы будем пытаться уловить дым. Так, давайте ещё раз берём. Ещё раз. Да, берём. Изо рта, получается, клубы дыма. Это называется эксперимент дыхания дракона. Дыхания дракона. Северного, видимо. Угу. Оп. Ух ты! Слушайте, это очень интересно. А ещё можно из носа попробовать. Вот, смотрите. Это уже, да, действительно, на дракона похоже. Отлично. Это удивительно вкусно, кстати говоря, дорогие друзья. Люблю свою работу, потому что можно попробовать что-то интересное, что раньше вообще даже не представлялось возможным. Если хотите удивить своих гостей, предложить что-то необычное, то приглашайте меня, я ему это сделаю. Кстати, в домашних условиях возможно ли как-то сделать? Я имею в виду найти азот где-то и вот дома это сделать. Либо всё равно какие-то умения, навыки нужны, опять же, в обращении аккуратно с ним? Ну, нужно, конечно же, аккуратно обращаться. То есть ничего страшного не будет, если он прольётся куда-то или попадёт вам, опять же, на руку. Ничего страшного. Единственная опасность это вот, если попадёт, конечно, на одежду. Вот, на одежду он промокает одежда и немножечко начинает обжигать. Но, опять же, страшного ничего не будет. У вас будет как, вот вы кипятком обожжёте, вот примерно так. То есть не прям криминально, конечно, неприятно, некомфортно. Поэтому на своих шоу я, конечно, слежу, чтобы не попало ни на одежду, и ассистент тоже следит, чтобы никто не задел посуду. Да. Дорогие телезрители, всё-таки, если хотите, чтобы для вас такие игры с жидким азотом были радостными, ну, не рискуйте сами, не пробуйте. Ну, потому что всё равно, так или иначе, технику безопасности нужно соблюдать. Вам спасибо, что были у нас сегодня в эфире. Желаю вам творческих успехов, быть может, не знаю, будете какое-то огненное, потом дальше шоу показывать. У меня есть в планах объединиться с файер-шоу. О, это будет вообще что-то с чем-то. Ну, кстати говоря, огонь и лёд сегодня были у нас в эфире, зажгли вас в первой части и охладили во второй. Что ж, универсальный фарман говорит вам до свидания. Пока-пока.